На самом деле, говоря о этих словах, мы должны понимать, что эта фраза не целиковая, это лишь ее окончание. В самом деле, в тот момент, когда эта фраза была произнесена Господом, говорилось это непосредственно о молитве. Ты же, помолившись, решивший помолиться, войди в комнату твою, закрой дверь твою, и помолившись Отцу твоему, который есть в тайне, воздаст тебе явно. О чем говорится? Говорится о том, чтобы молитва не была прилюдной, чтобы молитва не была лицемерной, потому что на самом деле лицемерие и праведность между ними очень тонкая грань. Грань, которую очень легко перейти, которая на самом деле чистая сердечная молитва может превратиться в элементарное лицемерие, когда человек уже не Богу воздает, но воздает ближним, воздает ради славы, раздает ради своей гордости. Поэтому, понимая такую тонкую психику человека, Господь дает такую рекомендацию, чтобы человек служил не ближним, но, во-первых, Господу, который есть в тайне. Ведь, действительно, Господь, который мы знаем, пребывает с нами, пребывает всегда с верующими и неверующими, не спосылает дождь как на праведников, так и на грешников, не пребывает с нами явно, как мы привыкли видеть весь этот чувственный эмпирический мир. Но, тем не менее, который пребывает в неведении нашим, и мы воздаем ему также в этом неведении, воздаем в тайне. Субтитры создавал DimaTorzok